Начинаем сразу с системы координат. Куда деться? Мы все живем в системах координат, а точнее говоря, в системах отчета, то есть нам нужно и пространственное положение, и положение во времени определять свое. Мы это постоянно делаем, даже не задумываясь об этом. Мы идем по какому-то адресу, всегда на что-то опираемся, на улицу, на дом, на квартиру. А в астрономии дело, с одной стороны, проще, у нас небо, небесная сфера. Значит, условное понятие, нет никакой сферы, счастье. Но для нас, наблюдателей на Земле, удобное представление о том, что все, что мы видим, спроецировано на некий сферический экран, а мы в его центре. Наше передвижение по Земле, даже в пределах Солнечной системы, не сильно сказывается на видимом положении объектов. Поэтому небесная сфера до сих пор как понятие употребляется. Хотя, конечно, мы в трехмерии живем, но для астрономов все это спроецировано на бесконечно далекий экран, и удобно пользоваться этим понятием. Небо, что за кусочек? Орион. Орион, хорошо, дружно. Небо довольно запутанная штука, городские жители вообще с ним не знакомы. Раньше, когда появлялись первые карты звездного неба, Бог узнает, когда они появились. Еще наскальная живопись несет какие-то следы звездных узоров. Но первые карты, наверное, в 15 веке, потом в 16 веке стали рисовать. Их часто снабжали всякими мифическими рисунками. Потому что большинство созвездий так или иначе связано с мифологией, греческой, иногда не греческой. Но нас это, конечно, не должно интересовать. Нынешние карты уже таких рисунков не несут. Это забава для планетариев, для младших классов школы. Это только затрудняет ориентацию по небу. Это, конечно, представлять себе связь мифических книг, наверное, стоит. Но рисовать их на карты звездного неба... Как вы думаете, почему вот такой естественный вид карты преобразовался вот в такой. Большинство карт звездного неба все-таки это белый фон и черные значки звезд. Ну и всего, что мы видим. А вообще, говорят, глаз видит небо вот так, правильно? Но почему-то в атласах рисуют вот так. С чем это связано? Краску экономят. Правильно, краску экономят. Ну, не только. Нет, не только. На самом деле... Вы рисуете на всех ручках. Что? Вы рисуете на всех ручках. Ну вот еще, на дорогих картах ручкой рисовать. Карты... Нет, это чистая экономия. Но есть еще одна полиграфическая тонкость, которая оправдывает этот метод. Дело в том, что когда вы темной краской заливаете фон, у вас маленькие белые значочки обычно замазываются. Краска со всех сторон на него наползает и убивает мелкие значки. А вот в таком варианте понятно, что черный значок никуда не денется, он останется четким. Это называется... Вот кто будет заниматься написанием, изданием книг, есть такой термин «растискивание». Не слышали, да? Растискивание. Это не значит тискать кого-то. Это вот растискивание, размывание, разбегание краски. Это важно очень. Так что полиграфисты... Ну, кто там? Давайте, давайте. А есть место? А, вон там. Вон, вон место, вон, вон. Так. Какой. Долго. То, что мы называем совмездием в быту, на самом деле никакие не совмезли. Вот тот рисунок, там, ковш в Большой Медведице или фигура Олеона. Как это называется? Астеризм. Правильно, астеризм – это легкое для запоминания, какая-то понятная фигура, которую мы обычно проецируем так мысленно на небе, чтобы отождествить какое-то созвездие. Это астеризм. Это легко узнаваемая, легко запоминаемая фигура на небе. Это не созвездие в нынешнем понимании. Созвездие – это нечто другое. Вот я написал астеризм. Запомните это слово, профессионалы его знают, публика его, конечно, игнорирует и говорит «созвездие». А как правильно? Созвездие Ориона или созвездие Ориона? Созвездие Ориона. Правильно. Но большинство журналистов пишет Ориона. Хотя какой-нибудь ледокол Ленин, а вовсе не ледокол Ленина. Или там, ну понятно, да? Созвездие Ориона, конечно. Но объект, там, скопление звездное или туманность Ориона, она принадлежит этому созвездию. В родительном созвездии. А само созвездие Орион, город Москва, а не город Москвы. Понятно. Ну вот такие, видите, тот ковшик, который мы обычно называем созвездием большим грейцем, малая часть созвездия. Вообще оно очень большое. И тут еще даже границы не сильные, но остальные звезды уже показаны. И оно, конечно, намного больше того ковша, который бросается в глаза, который есть астеризм. Теперь давайте подумаем о границах. Древние астрономы как-то так интуитивно делили небо и приблизительно определяли границы. И каждый составитель Атласа, он немножко по-своему мог провести, ну в соответствии с традициями, с каким-то собственным предпочтением. Вот, пожалуйста, карта конца XIX века. Видите, какие границы мягкие? Воспроизвести их даже трудно. Они какие-то вот такие условные, неточные. Хотя сетка координат, мы будем сегодня говорить о координатах, это, конечно, прямолинейные линии, как и географические координаты, так и небесные, между ними много общего. Но вот границы созвездий долго были неопределенными. Это как-то уже начало XX, даже не начало, где-то XXV год, 1925-2022 год. И все равно мы тут видим, вот, пожалуйста, Орион и какие-то такие условные границы. Один картограф мог так провести, другой немножко иначе. Поэтому какие-то пограничные звезды попадали то в одно, то в другое созвездие. Это было не очень удобно. И когда у нас организовалась международная кооперация астрономов, она называется Международный астрономический союз. International Astronomical Union. Вот все почти действующие астрономы в мире, мы члены этого, такого всемирного коллектива астрономов. Там первое задание было, это разграничить, разбить небо на четко определенные созвездия. Довольно долго, примерно два десятилетия людей занимались там, всякие традиции, сравнивали, какие звезды где. И в конце концов, вот, пожалуйста, современное разбиение. Видите, границы уже стали четкими. Они по линиям координат проведены. Чем-то это напоминает, так, еще одно опоздание. Куда мы его посадим? А вот, стул. Вот именно. Но решается. Границы надо было провести так, чтобы в математической форме их было легко описать. Где мы видели на географической карте такой же способ разбиения континентов в Африке? В основном, потому что там вообще никаких границ не было, а потом начали делить уже в наше время. Это вот Франция, это Англия, это Голландия, да, и чтобы провести. А в Северной Америке многие штаты имеют такие вот ломанные границы по... Где еще там? Северная и Южная Корея. По 36-й, по-моему, параллели, да, они вот так поделены. Или по 38-й. 38-й, да. То есть это такой современный метод, чтобы четко можно было сказать. Но дело вот в чем, мы теперь будем об этом говорить. Сетка географических координат, она четко закреплена на поверхности Земли. Чем она закреплена? Положением Гринвичской обсерватории. Ноль отсчета Долгород и положением экватора. Ноль отсчета Широт. И она никуда не денется, поэтому, когда управили границы по географическим параллелям меридианам, все, они уже четко определены. Тут история такая, что время, когда... Это был примерно 1930-й год, когда установили эти границы. В ходу астрономам была какая-то реальная система координат, мы будем об этом говорить. Что это такое? Закрепленное на небе в 1885 году. Что значит закрепленное? Я вам объясню. И вот по этим координатам, по линиям прямого восхождения и склонения, это две координаты аналогичные, долготе и широте на глобусе Земли, проверили эти линии. Но сетка экваториальных координат постепенно смещается на небе. Это большая беда. Мы от нее сейчас вроде бы избавились, но полтора столетия не знали, что с этим делать. И если вы возьмете какой-нибудь акул с конца 20-го века, вы увидите, что линии широкного долготыжа прямого восхождения и склонения, они немножечко уже идут под углом, вот к этим тогда намеченным границам созвестий. Ну, что делать? Теперь уже не перекроешь небо. Итак, все небо разбили на 88 созвездий. Вот они тут все. Если их сосчитать, то сколько площадок получится? 89. 89. Почему? Ну да, потому что змею порвал змееносец пополам. Вот негодник, да? Хвост отдельно, голова отдельно. И теперь у нас одно созвездие имеет две разных площадки на них. Голова змеи и хвост змеи отдельно. Ну, зато есть о чем любители монстрономии говорят. Вот так что 89 площадок для 88 созвездий. Но это довольно странно. Какие длинные, вытянутые. Такая карта, такой проекции прямоугольной, она точно показывает прямоугольный характер границ, но довольно сильно преувеличивает площадь созвездий, которые вблизи полюсов. Вот так же, как на географической карте Земли, если вы посмотрите, какая-нибудь Гренландия больше Африки. Потому что в Гренландии на высоких широтах, когда карта растягивает высокоширотные области, прямоугольная проекция, она растягивает все площади континента. Ну, это не очень удобно, чтобы так представлять себе зрителем. Ну, пожалуйста, малая медведь. Смотрите. Она тянется вот так же вот-вот-вот-вот по всем прямым восхождениям, насколько она там в районе северного полюса мира. Она же маленькая на самом деле. Мы тут ее растянули. Намного удобнее представлять себе на глобусе. Тогда у вас точное соответствие площади, реальной площади созвездия на небе и видимой площади вот на этом глобусе виртуальном. Ну, у меня нет настоящего. Так. А это еще кто-то? Здравствуйте. 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 Да. Еще надо сказать извините. Да, конечно, да. А после этого найти место для себя. Здравствуйте. Сколько же у нас в группе? Сколько? В стульях явно больше. В стульях 25. В стульях 25. А у нас тут трое. Ну, ладно. Так, поехали дальше. Вообще говоря, существуют глобусы звездного неба. Я не знаю где. В планетарии московском можете на них посмотреть. Довольно удобная штука, чтобы как-то взаимное положение, ориентацию созвездия рассматривать. Но у меня вот только такой. Мне сделали знакомые ребята вот такой гиф, виртуальный глобус. Довольно симпатично он крутится. Но остановить его невозможно. Если у кого есть виртуальный, которым можно манипулировать, подавить мне. У меня такого нет. А, в стеллариуме. А, в стеллариуме, да. Там же можно такой проекции сделать. Правильно, да. До сих пор некоторые атласы звездного неба делают на черном фоне. Но это действительно удобно, чтобы любитель астрономии, который реально смотрит на небо, там, в бинокль, или невооруженным глазом, правильно себе представлял. Но профессиональные астрономы до сих пор предпочитают белый фон. С черными звездами. Почему? Точнее. Точнее. Почему точнее? Чернилами братишься. Чернилами можно разобрать. Это дело издателей, типографов. А вот почему астроном профессиональный считает, что более привычным белый фон с черными звездами? Я считаю, что негатив. Вот негатив. В течение всего 20-го, конец 19-го и всего 20-го века астрономы работали с фотопластинками. Это химический процесс, фотопроцесс. Я вам расскажу и пластинки покажу. И там мы получаем негативное изображение. И чтобы много раз потом не превращать негатив в позитив, не терять при этом информацию, мы всегда работаем с реальными фотопластинками. А на них негативное небо. Звезды черные, галактики черные, а фон неба, ну такой светло-серенький, почти белый, если хорошая фотопластинка. Так что для нас реально было удобно смотреть на белый фон с черными звездами. Есть атласы очень детальные. Вот атласы чешских астрономов. Вечер вы увидите тут. Не только звезды, но и туманности нанесены. Звездные скопления, галактики. Очень много цифровой информации. Но проекцию всего неба на атласе без ошибок не сделаешь. Если прямоугольная проекция, как страница атласа, то там сразу искажения возникают. И обычно атлас содержит много-много страниц. Вы ищите тот кусок неба, на котором сейчас работаете. И тогда прямоугольная проекция не очень сильно искажает соотношение площадей, потому что она маленький кусочек на небе вырезает. И вполне правильно себе представляете его взаимное положение, ориентацию и взаимные площади объектов. Но это только для маленьких кусочков. Мы понимаем, что созвездия и астеризмы – это нереальные группы физически связанных звезд. Это просто случайное положение их проекции на небе. Вот берем Реон. Реон. Вот он. А вот те яркие звезды, которые мы обычно видим в невооруженном глазе. Есть, в общем-то, здесь человек, здесь мы, наблюдатель. Это в световых годах. Как световой год с просекницей относятся? 3.26. 3.26. Да, ну можете представить. То есть есть яркие звезды, но далекие. Есть слабосветящиеся, близкие к нам. И все они в проекции нам кажутся на одном расстоянии. То есть тут вообще взаимосвязи, взаимно какой-то генетической связи общего происхождения не видно. Просто двигались в космосе и случайно в одном направлении оказались две нас. Но бывает, что в одном созвездии, и даже в одном астеризме, ну вот наш родной, всеми любимый ковш, бывает, что звезды реально связаны к общим происхождению. Обозначение звезд. Альфа-бета-ганг-бета родилось в конце XVI века. Байер, такой картограф, ну, не в стране, в общем, картограф немецкий, опубликовал атлас и ярким звездам приписал буквы греческого фамида. В большинстве, почти во всех созвездиях он пошел по такому пути. Альфа ярчайшая, бета на втором месте по яркости, ну и так далее, и так далее. До конца алфавита. И только с ковшом он почему-то поступил иначе. Никто не знает почему, уже спросить не у кого. Он их вот подряд, альфа-бета-гамма-дельта, эмсел-эта-тэта. А почему он так поступил именно с ковшом? Неизвестно. Ну, так он и сделал. И до сих пор мы уважаем эту традицию, и все яркие звезды. Вы в любой научной статье увидите, вот, каким образом обозначены. Альфа-кентабры, альфа-фелиры и так далее. Есть у звезд и собственные имена. Их примерно две сотни, чуть больше двух сотен, можно считать. Они к нам пришли от предков, в основном от греков, римлян, и примерно половина от арабов. Арабы очень хорошо, средневековые арабы знали небо. А почему это было важно именно для жителей аравийского полуострова? Ну, навигация была. А почему именно для арабов? Ну, всем... Ну, там пустыни, там ты не как-то ходил. Нет, не как-то ходил. Как? А солнце? Нет, не солнце. Ну, солнце только покажет. На севере и на юг. Да нет, просто на арабском востоке, на арабском полуострове, днём жизни нет. Там очень жарко. И все дела делаются по ночам. Караваны верблюдов ходят от одного оазиса к другому и так далее по ночам. Именно ночные ориентиры для арабов были очень важны. И луна. Вот арабы очень... До сих пор календари там лунные, ну или лунно-солнечные. Потому что для арабов луна, как говорил Козьма Прутков, луна важнее солнца. Солнце светит днём, когда и так светло. А луна – ну и ночью. Вот тогда мы это правильно воспринимаем. Вот эти самые названия. Я, конечно, наверное, штук 20-30 запомнил за всю жизнь. Но есть какие-то любители астрономии, которые все 230 имён звёзд помнят. Не всегда удаётся понять их смысл. Мы делали попытку людей, хорошо знакомых, у которых арабский язык родной, попытаться выяснить смысл этих имён. Далеко не всегда получается. Но иногда он прозрачный, но далеко не всегда. А почему два Ирини в одной звезди? Да. И кто из вас обе видит невооружённым глазом? Да ладно, правильно? Но далеко не всегда. Но не в Москве. Да, но не в Москве. Молодцы, да. Это хорошо. Но правда, Алькора звёздная величина не такая уж низкая. По-моему, 4 с копейками. То есть, звёзды есть и менее яркие, но всё равно. Я в полности видел, а сейчас не различаю. Даже в очках. Ладно, поехали дальше. Ковш. Вот пример, когда звёзды одного астеризма имеют генетическую связь. Не все. Не все. Вы видите? Крайние две отстоят от этой группы довольно далеко. И они действительно случайно попали на эту проекцию. А вот эти на одном расстоянии от Солнца. Тут уже надо задуматься. Чего это они так уж прям быстро являются на одном расстоянии? И когда мы смотрим на их свойства, химический состав, возраст, и самое главное, особенности движения в пространстве, оказывается, что все они родственники, что они когда-то, в этом нет сомнений, вместе родились и до сих пор ещё рядышком живут. Ну, не так уж совсем близко, но постепенно теряют связь. Но всё-таки, вот смотрите, как раньше выглядел ковш и как он постепенно деформируется. Давайте ещё раз посмотрим. Сто тысяч лет назад он был вот такой. Вы видите, что внутренние звёзды почти не меняют своего взаимного положения. Все крайние летят в одну сторону, а эти пять внутренние летят в другую. Сегодня ковш вот такой. Но мы, конечно, сто тысяч лет не наблюдаем. Мы вычислили это движение. Мы наблюдаем там 200 лет координаты этих звёзд. Примерно отметили, с какой скоростью и куда они движутся. И теперь можем экстраполировать прошлое и будущее. Не очень сильно, но где-то на миллион лет может. Дальше уже будет трудно понять. Давайте будущее посмотрим, каков же будет меняться. Понятно. Бенетнаж и Дубхи летят себе направо. А все остальные налево с одинаковой скоростью и по модулю, и по направлению. То есть они движутся согласованно. Значит, нет сомнений, что когда-то они вместе родились. Сейчас они уже гравитационную связь друг с другом потеряют. Все-таки в пространстве они очень далеко друг от друга. Но еще сохраняют общее направление движения. Постепенно рассеются, конечно. Но пока еще помнят о своем происхождении. Кстати говоря, наше Солнце тоже имело когда-то таких братьев и сестер. Потому что звезды редко рождаются поодиночке. Они обычно группами. И потом, как группа распадается, она медленно дефундирует, рассеивается в пространстве. Но еще долго, порядка 100 миллионов лет, сохраняет общее движение. Но потом постепенно, конечно. У Солнца, возраст Солнца это все-таки не сотни миллионов, это несколько миллиардов, 5 миллиардов лет. Конечно, наши братья и сестры, наши звезды, они сильно рассеялись. Но все равно еще их можно так определить. По крайней мере, несколько штук можно выделить на звездном фоне. Скорее всего, они наши родственники. Координаты. Но обычно в тетрадке на плоскости мы двумя координатами обходимся в пространстве тремя. И, как правило, конечно, пользуемся декартовой системой. Координат очень удобный, где все масштабы одинаковые, где нет никаких особых точек. И для начала координат не особая точка. Вот тут вы можете перенести эти две линии на соседние клеточки, сюда-сюда у вас будет такая же система координат. Ничего такого экстремального в этой точке нет. Можно двумя другими координатами на плоскости пользоваться. Если есть точка, то не проекция на ось, а просто ее расстояние от начала координат. И, например, углом, который этот вектор составляет с одной из осей. Обычно с осью икс. Как такая система называется? Полярная. Полярная, да. Полярная, пожалуйста. Вектор, его длина и направление. Длина и угол, задающий направление. Тоже две координаты. Что удобнее? Какая задача, в общем, для каждой задачи удобно своя система. В трехмерии то же самое. Можно декартовыми тремя координатами пользоваться. Можно полярная система в трехмерии. Тоже будет вектор, задает длину. И тогда уже два угла надо от двух осей или двух полоскостей отмерить. И полностью при этом определяется положение в трех точек. В общем, в астрономии, по крайней мере, в пределах Солнечной системы, выгоднее пользоваться декартовой системой координат. Ну, почти всегда выгоднее в небесомеханических расчетах движения планет, там, искусственных тел, отправленных планетам. Как правило, пользоваться декартовыми координатами. Потому что все три мы можем достаточно точно измерить. И углы, ну, углы мы вообще легко измеряем. Лучше астрономов этого никто не умеет делать. А главное, длину вектора, расстояние. В Солнечной системе мы уже научились аккуратно его измерять. Там, методом радиолокации или еще как-то. А когда речь идет о звездах, тем более о галактиках, уже длину, то есть расстояние до вектора практически, ну, с гигантскими ошибками измеряем. А направление точно. Так что есть смысл использовать гумерную двухкоординатную систему. Примерно по этой же причине ее и географы используют. Они работают на поверхности сферы, ну, там, эллипсоид Земли. Мы работаем на поверхности невесной сферы. Ну, как задается географическая система координат. Часть у Земля вращается, у нее есть ось. Значит, и есть экваториальная плоскость. И от плоскости можно углы отмерять. Ну, либо оси, там, полярный угол, либо широту. Они дополняют друг друга до 90 градусов. Кому как удобно. Тут проблем нет. Возникает проблема вот с этим углом. А его-то от чего отмерять? Экватор никаких особых точек не имеет. И, в отличие вот от полярцов, которые задают нам плоскость экватора и возможность широту измерять, вдоль экватора все точки равноправны. Как поступили географы? Они забили колышек в земную твердь. Назвали его Гринвичской. Сначала каждый забивал свой колышек. Французы от Парижской обсерватории долготы измеряли. В России очень долго, до конца почти 19 века, от Пулковской обсерватории. Возьмите карты старые. Там все долготы от Пулковской обсерватории измерены. Мы потом решили, что слишком сложно это делать. И договорились от Гринвича, от Англии. Потому что Англия самая продвинутая тогда была. Их карты были самые точные. Особенно там карты других материков. Плавали они много. И от Гринвича мы теперь измеряем. Проблем нет. Забили колышек. Земля твердая. Гринвич никуда не денется. И теперь от него долготы направо, налево, на восток, на запад. Или только на восток. 360 градусов. Можно измерять. Хорошо географам, астрономам. Впрочем, географам тоже не очень хорошо. Земля не такой шар на самом деле. Она довольно сложную форму имеет. Во-первых, реальную форму. Есть океаны, есть какие-то материки. На них тоже не все однозначно. Так что, в первом приближении Земля сфера. Во втором приближении она эллипсоид, сжатый вдоль оси вращения. Потому что центробежная сила ее расширяет вдоль экватора. В третьем приближении еще и экватор не круглый, а эллипсоидальный. Ну и так далее. Принято несколько подходов к форме Земли. Ну, самый надежный и для географов, и для астрономов единый – это геоид. Что такое геоид? Это некая условная поверхность, довольно точно совпадающая с океанской. Ну, более-менее точно, не идеально, но более-менее точно. Грубо говоря, если бы мы всю Землю залили водой, то вот это был бы геоид поверхности океана. Желательно поглубже, чтобы дно там не вмешивалось в процесс. Просто чтобы Земля была покрыта глубокими... Вот это был бы геоид. Но так не бывает. Например, торчит какой-нибудь материн. Как он изгажает форму даже жидкой поверхности, которая близка к геоиду? Ну вот мы берем отвесы, то есть ниточку с грузиком, и ходим с этим отвесом, смотрим, куда он направлен. Очевидно, поверхность жидкости океана всегда будет перпендикулярна отвесу, правильно? Если жидкая поверхность не перпендикулярна, то жидкость потечет туда, куда есть составляющая силы тяжести. И вот ходим с этим отвесом, смотрим, подходим к материку. И вот этот избыток массы начинает отклонять наш прибор, наш отвес в свою сторону. А значит, что океан тут тоже отклонится. То есть вблизи берегов континентальных океан немножечко отклоняется в сторону континента. Потом опускается, потом в сторону другого континента. То есть океаны на самом деле имеют между континентами вот такую вогнутую форму. Ну что делать? Вот это мы и называем геоидом. Поверхность равного гравитационного потенциала. То есть реально поверхность всюду перпендикулярна отвесу. Вертикальному отвесу, то есть направлению сил тяжести. Как видите, даже в географии, это не очень простая задача, координаты определяют. Ну и для астрономов тоже. Несколько видов широты можно встретить. И в географических, и в геологических учебниках и справочниках. Геоцентрическая широта. Это как будто бы мы сели в центр. Ну это невозможно, конечно. Ну представляете. И оттуда смотрим на измеряемую точку. И вот относительно экватора угол находим. Это геоцентрическая. Ясно, что измерить ее невозможно. Нужно только рассчитать. Геологическая – это там, где какому-то идеальному сфероиду проходит, ну, проходит линия вертикального отвеса. А астрономическая – это вот к реальному геоиду. Мы, когда работаем, у нас всегда есть понятие «зенит». И от зенита все отчитывается. А зенит – это направление вертикальной линии. Поэтому нам важно… Наш телескоп, он не знает, как там поверхность Земли. Если мы хотим измерения какие-то проводить, мы рядом с телескопом или внутри него должны создать вертикальную линию. По-разному можно создавать. Я покажу вам, какие есть телескопы. Например, внутри него чашка с ртутью. Есть такие телескопы, где прямо внутри телескопа, вертикальная труба, есть чашка с ртутью. Зачем? А это маленький океан. Вот кусочек океана, жидкая ртуть. И она всегда станет в данном месте Земли так, что ее поверхность будет перпендикулярно от весу. Вот она нам и задает вертикальную линию. Уж какая есть. Если тут гора рядом, то, естественно, ртуть туда сместится. И туда, в общем. Ну, а другого способа нет. И вот астрономическая широта. Между прочим, геологи и географы тоже, как правило, пользуются. Эту измеряют, а потом к этим расчетам приходят. Ну, географически и так далее, все. Мы знаем, да? Значит, широта от экватора, а долгота от некого условного меридиана, который проходит через Глинвичскую обсерваторию. Вот нам и возможность создать первую астрономическую систему координат. Воспользоваться от весом, перпендикулярным к нему плоскостью, которую мы называем математический идеальный горизонт. На самом деле горизонт, линия, где Земля смыкается с неба, он всегда сложный. Он реальный. Дома торчат, деревья. Но нас интересует идеальная плоскость, которая проходит через точку над людьми, через телескопы, через наш глаз, то есть через точки над людьми. Это идеальный. Математический горизонт. Конечно, он с реальными горизонтами не совпадает нигде. Нет, ну может совпасть, конечно. Если вы в открытом океане нырнули, и только глаза над уровнем воды вот так вот выставили, тогда действительно линия видимого горизонта будет совпадать с математическим. Но если вы уже на берегу встали, и ваши ноги находятся на поверхности Земли, а голова чуть выше, на полтора-два метра выше, то уже будет некий реальный видимый горизонт, который ниже математического. Будет так называемый эффект опускания, понижения видимого горизонта. Чем вы выше поднимаетесь, тем ниже видимый горизонт. В учебном случае он там даже с помощью формул приводится, на сколько градусов. Понятно, не зависит от взятия для Земли. Но нас интересует плоскость видимого горизонта. И таким образом мы задаем горизонтальную систему координат. В любой точке, где бы вы ни остановились для наблюдений, вы ее можете создать. Понимаете, система координат тогда работает, когда вы ее можете соорудить. Ее от Всевышнего вы не получите. Ее надо создать там, где вы решили проводить наблюдение. Вот с помощью ниточки и грузика на веревочке, либо чашки с ртутью, либо чашки с водой. Но вода плохо отражает свет, а тут лучше отражает. Поэтому вот тут раньше пользовались. Да, теперь еще есть прибор, где пользуемся. Вы создаете вертикальное направление. А потом уже относительно вертикального направления, зенит-надир, начинаете строить систему координат. Все, горизонт вы построили. От горизонта можете высоту над горизонтом, высоту под горизонтом, минус 90 градусов, плюс 90 градусов. Нормально. А второй угол вдоль горизонта мы называем азимут. И вот тут начинаются мелкие неприятности. От какого направления? От какой точки на горизонте измерять азимут? Астрономы привыкли смотреть на юг. По крайней мере, астрономы северного полушария всегда смотрят на юг. Почему? Там большая часть неба проходит. На севере у нас только одно и то же крутится, вокруг полярной звезды. А на юге большая часть небосвода. Поэтому для нас любимое направление южное. И мы решили, ну еще предки наши решили, от направления на юг измерять азимут. Куда? Туда, куда свит. Светилок движется, то есть в направлении с востока на запад. Астрономы измеряют обычно 360 градусов азимут. То есть от нуля до 360. Избитка можно найти работу диазму плюс 180 и минус 180. Ну от нуля до минус 180. Ну таких работ я даже не видел когда-то. Ну это я говорю. Обычно 360 полная азимут. От направления на юг. Так было всегда. Почему-то у географов и геологов любимая точка севера. Не знаю почему. Не знаю. Полярная звезда. Они любят ориентироваться по ней. Компас. Ну компас показывает и на север, и на юг. Это равноправное направление. Но любят они направление. И географы, и геологи измеряют азимут только от направления на север. Иногда создаются такие не очень приятные коллизии, когда вот азимут указан, а какой азимут не написано. Географический или астрономический. Это довольно неприятная ситуация. И в последнее время мы пытаемся ее избежать. Каким образом? Ну географов много. Географов еще больше. Астрономов мало. Значит, мы должны подчиниться большинству демократии. И астрономы потихонечку забывают об этой своей традиции и начинают измерять азимут тоже от направления на север. Во многих программах электронных, там, планеталях и так далее, азимут даже в астрономических измерениях считается от направления на север. Но пока это еще не стало каноном. Это еще одни решают так, другие это. Значит, профессионал должен об этом помнить и каждый раз выяснять. Азимут какой? Астрономический или географический? Ну он же географический. Надо выяснять, иначе могут быть нашли. Что хорошо в этой системе координат? Вы их всегда можете построить. Шнурок из ботинка вытащил, айфон к нему подвесил, все, у вас вертикальная линия. Система координат задана. Но еще надо направление на север или на юг найти. Это уже сложнее, конечно. Но тоже можно, проследив за движением небесных светил. Но в каждой точке земного шара это своя система координат. По-своему ориентированная. Да еще ее неприятность, ее недостаток в том, что светило в течение суток восходит, поднимается, заходит. То есть его координаты меняются. Если географические координаты какого-нибудь города неизменными остаются, то в горизонтальной системе координат из-за вращения Земли все время плывут координаты небесных светил. Ну что, не очень было. Как поступили, чтобы от этого уйти? Решили использовать вращение Земли. Раз оно нам мешает определять неизменные координаты звездных объектов, давайте его использовать. Свяжем сетку небесных координат с осью земного шара, с экватором земного шара. Тогда, по крайней мере, избежим каких-то неприятностей. Вот глобус Земли, а вот небесная сфера. Ну, земля там внутри. Спроецируем географические координаты на небесную сферу. Тогда вращение Земли, по крайней мере, кое-какие координаты менять не будет. Например, расстояние от экватора. Теперь это уже небесный экватор, проекция земного экватора, но небесная сфера. Но вот с аналогом долготы пока мы еще не разобрали. Земля крутится, небо стоит на месте. Но все-таки какие-то проблем мы уже начали решать. То есть связываем систему координат с вращением Земли. У Земли есть ось, значит, и у небесной сферы она будет та же самая. Мы так представляем себе. Мы стоим на неподвижной Земле, небо вокруг нас крутится. Теперь это уже называется небесная ось. Те точки, где в бесконечности нам кажется, куда уходит эта ось, называются полюсами, потому что они есть проекции реальных земных полюсов на бесконечно удаленный экран небесной сферы. Теперь мы их называем как? Полюс мира. Устаревшая, но все еще не вышедшая из употребления названия. Вообще-то надо было бы называть, конечно, небесные полюса. И по-английски они так и называются. Но у нас вот любимое русское слово мир, мы за мир. Какие есть смыслы у слова мир в русском языке? вселенной. Ну да, период между войнами. Короткий период между войнами. Мир. Что еще? Существует на мир. Существует на мир. Существует на мир. Вселенная и универс. Вот в данном случае третий смысл этого слова. Полюс мира, то есть полюс вселенной. Полюс мира. Полюс северный полюс мира, южный полюс мира. А вот он написал. Земля вращается, мы про это забываем, потому что на ней нам кажется, что небо вращается. Хорошо. Когда мы смотрим на северный полюс мира, там недалеко от него очень удобно расположилась полярная звезда. Она, конечно, не то, а вот прям обратите внимание, она немножечко движется, да? Чуть-чуть. Буквы тут на месте стоят. А вот полярная движется, потому что она не точно в полюсе. Она на каком расстоянии от полюса мира, кто помнит? Ну, примерно полгажута, да, минуты. Это полградуса. Но, в общем, для глаза это не очень заметно и в первом приближении можно пользоваться направлением на полярную как направление на северный полюс. Вращение правильно на этой картинке происходит? Может, я что-нибудь напутал? Может, в обратном направлении надо было? Нет, что не правильно. Правильно. Правильно, да. А есть южный полюс, там в другую сторону вращается. Потому что там небо в другую сторону вращается, что ли? А что? Мы свою ориентацию меняем. Теперь наши ноги и голова поменялись местами, когда мы стоим в южном полушарии. Нам кажется, что в другую сторону. Там ничего нет. Там созвездие, по-моему, октанг, в котором ни одной вообще видимой глазом звезды нет. Не повезло. Но моряки придумали такую хитрость. Они нашли вот такой крестик из четырех ярких звезд. Назвали его южный крест. И вот своей длинной стороной он показывает в направлении южного полюса. Хотя он довольно далеко от него. Но все-таки хоть как-то указывает. А это что за созвездие? Кентавры. Да, лошадка такая. Кентавры. Ну, перед вами два снимка с большой экспозиции сделанных. На каждом из них звезды прочертили какие-то дуги, потому что длинная экспозиция. Давайте подумаем. Ну, например, вот это вот снято в южном или в северном полушарии? В южном. В северном. Голосовать будем? А, вы мне там у нас ключи... А может я взял два снимка в одном и том же полушарии снял? Как-то прикололся. Просто тут короткая экспозиция, тут гораздо более инвейная. А может быть это одна и та же область неба? Если в отеле есть поля. Ну, правильно. Это, конечно, сразу выделяется полярная, потому что звезды прочертили довольно большие треки, а она стоит как скопанная, значит, она очень близко от полюса. полярная. Значит, это северная полушария. Кранадские острова. А вот это в Австралии. Снято. Это южная полушария. Там и там вполне заметно. Перпендикулярная к оси мира плоскость это плоскость небесного экватора. Очень удобно. Каждая звезда в течение суток, то есть в течение одного оборота земли вокруг оси. Это не совсем то, что мы привыкли называть сутками, потому что сутки у нас это что? 24 часа от восхода до следующего восхода солнца. Это не совсем один оборот земли. Ну, грубо говоря, солнечные сутки, а в данном случае звездные сутки, один оборот земли вокруг оси. И каждая звезда или любое небесное тело несвежно продвижное кажется нам движущимся по суточным параллелям. Они параллельны экватору. Суточный параллель небесных тел. на каждой широте географической положение небесного экватора свое. Понятно, когда мы стоим на порюсе Земли, небесный экватор совпадает с математическим горизонтом. Когда мы стоим на земном экваторе, небесный уходит туда через земли. То есть наклон небесного экватора зависит от нашей широты. Это просто. Есть такая простенькая теорема. В учебнике доказать ничего не стоит, что высота полюса математическим горизонтом равна вашей географической широте. Ну, понятно. Вы на 90 градусах плюс оказались на северном полюсе, у вас на небесном полюсе в зените. А когда вы на экваторе, полюса лежат на горизонте. Не знаю, зачем эта теорема нужна. Как-то традиционно первокурсники должны уметь ее доказать. К счастью, Земля испытывает не только вращение вокруг оси, она еще движется вокруг Солнца. Это второе движение, которое тоже может помочь нам создать какую-то систему координат. и второе счастье, что эти два движения не совпадают. То есть ось вращения Земли вокруг себя и вокруг Солнца наклонены на довольно большой угол. Какой? 23 и 26. 26. Чего же это? Минуты. Правильно. Ну, 23 и 4 десятых градуса. Это очень удобно. видимая траектория Солнца, но на самом деле это просто плоскость орбиты Земли. Но мы отслеживаем видимое движение Солнца, мы называем эклиптикой. Это линия, которая проходит по небосовому в виде большого круга. А почему эклиптика? Откуда такое слово взялось? Эклиптика. Эклиптика. Да. В латинске это как Эклиптика. Эклиптика, да. А какое отношение имеет эклиптика траектория Солнца к затмению Солнца? Наверное, в те моменты, когда Солнце всегда на эклиптике. Когда Луна пересекает эклиптику, есть вероятность Солнечного затмения. В любом другом месте Луна не может встретиться с Солнцем. Вот если Луна на эклиптике, то она редко бывает на эклиптике, потому что орбита Луны не совпадает с эклиптикой. Ну, не очень сильно. Ну вот, к счастью, это так. И это позволяет нам, я вообще не знаю, как бы мы по-другому смогли хорошую систему координат придумать, но к счастью, эклиптика пересекает небесный экватор с значительным углом 23,5 градусом. А это дает нам две точки на ней. Вот Гринвича у нас нет, гвоздик мы в небесную сферу не можем забить, но мы можем следить за годичным движением Солнца. И два раза в году, пересекая небесный экватор, Солнце отмечает нам две определенных точки. Вот их-то и принято брать за начало отсчета координаты аналогичной азиньки. Только мы называем координаты прямым восхождением. Координаты вдоль небесного экватора. От него это просто. А вот вдоль него к счастью Солнце в дни весеннего и осеннего равноденствия указывает нам вот она точка, вот наш небесный Гринвич. От него надо отсчитывать ау и система координат получается такая. Конечно из двух почек надо было выбрать одну. Почему-то выбрали весеннюю. Осеннее равноденствие почитается в Гаиш в виде праздника. Знаете, да? Представьте, какого числа? 27-го. 27-го? В принципе, да? Да. А вы уверены, что 27-го? Ну вы теперь на 27-го надо говорить. Да? Ну ладно. А примерно 23-го марта и 21-го, ну там в зависимости от календаря, там высоко сниг и высоко сниг 21-го, как правило, точка весеннего равноденствия с опцией проходят. В этот момент мы эту точку засекаем на небесном квадре и начинаем от нее отмерять координату в доле квадра. Замечательно. Квадериальная система координат альфа, дельта, прямое восхождение и склонение небесное светило. Мы проецируем его положение на небесный экватор. Это дуга склонения нуля плюс 90 от нуля минус 90 к южному полюсу. И от точки весеннего равноденствия до этой проекции небесного светила на экваторе прямое восхождение. Ну собственно то что я сказал тут и написано. Правда кроме этой системы экваториальных координат в ходу бывает еще одна но она не особенно популярна потому что там одна из координат меняется со временем. Скажем альфа и дельта это как адрес небесного светила на небе. Он надолго остается постоянным у данной звезды поскольку мы уже учли вращение небесной сферы. Но для тех кто занимается вычислением видимого положения небесных светил им еще важно знать как в данный момент повернута небесная сфера чтобы телескоп не вернулся. Поскольку телескоп всегда знает направление на юг любой телескоп вы видите как он сориентирован даже вот у наших телескопов там даже есть отмечены такие в саду гаиши стоят две тумбочки называются миры направил туда телескоп значит он точно на юг смотрит. А звезда в течение суток бегает по кругу. и вот во второй экваториальной системе координат угол отсчитывается не от точки весенней равновесности а от направления на юг точнее говоря от небесного меридиана меридиана проходящего через зенит и юг и север вот это часовой угол часовой потому что со временем он меняется не буду вдаваться глубже в это дело у вас острометрия будет или уже она началась нет еще будет и там это будет все равно потом проектов есть еще такая странная традиция измерять альфу и дельту прямое восхождение и склонение в разных единицах склонение мы традиционно в градусах меряем от нуля от экватора до в плюс 90 и туда к югу до минус 90 привычный градус а вот прямое восхождение меряем часовой меряем то есть 24 часа это полная окружность 1 час это 15 градусов 360 делим на 24 15 градусов 1 минута времени это 15 угловых 1 секунда времени это 15 секунд времени это тоже удобно потому что например вы смотрите по каталогу у одной звезды такое склонение а прямое восхождение а у другой это разница полтора часа ага вы знаете что если сейчас у вас через меридиан первая звезда то через полтора часа через меридиан будет проходить вторая звезда мы очень любим измерять вообще изучать звезды когда они проходят через меридиан потому что в этот момент они выше всего над горизонтом вот восход звезды пересекает математически ну или реальный горизонт поднимается поднимается а то начинает опускаться то момент наиболее высокого положения над горизонтом любой звезды планеты это самый выгодный момент для ее изучения почему ну конечно меньше слой воздуха через который мы смотрим когда в зените вообще идеально самый тонкий слой воздуха чем ближе к горизонту тем больше путь светового луча в воздухе ну там поглощение в общем масса неприятностей связанных с атмосферой так что надо ждать всегда моментов верхней кульминации поэтому измерять координаты звезд прямое восхождение часа минутах и секундах просто удобно для наблюдателя он сразу может планировать себе какую звезду в какой час ночи изучать когда она будет проходить через вблизи небесного меридиара ну слово кульминации я уже называл вы понимаете что это такое верхняя кульминация наиболее высокое положение над горизонтом нижняя кульминация наиболее нижняя кульминация нижняя кульминация под горизонтом можно Ballons И большинство небесных светил в наших широках под горизонтом они кульминируют, нижнюю кульминацию проходят. Но те, что недалеко от полюса, они в верхней и в нижней кульминациях могут оставаться еще над горизонтом, быть видимо. Что же надо иметь в виду? Когда говорят, светило кульминирует тогда-то, всегда надо спрашивать, а это какая кульминация? Верхняя или нижняя? Нижняя нам ни к чему. Мы дождемся верхней. Тогда удобнее изучать. Всю небесную сферу, житель каждой географической широты, для себя делит на три части. Есть часть, ну вот эта часть, до горизонта. Нижняя кульминация прямо вот касается горизонта. Это звезды, которые вы всегда ночью можете найти на небе. Это не заходящие светила. Есть светила невосходящие, которые даже в верхней кульминации не пересекут ваши горизонты никогда. Вы их не увидите. Ну а остальные вот в этом поясе, вдоль экватора, как-то никак их не называют. Ну как, восходящие-заходящие? Не очень, в общем, вот так. Незаходящие, ненасходящие, ну и просто звезды, да, которые часть суток проводят над, а часть под горизонтом. Давайте представим себе, что мы на северном полюсе. Какая часть небосвода у нас не заходящая? Половина. Очень удобно. Вы всегда звезду северной половины неба можете изучать в любое время суток. Особенно, если полярная ночь, она длинная, темно, хорошо, вы знаете, у звезды положительное склонение, все, вы ее найдете над горизонтом. Но зато второй планинет вы не увидите никогда. Если вы в северных широтах живете, ситуация уже отчасти лучше. Большая доля звезд, хотя бы время от времени, появляется над горизонтом. Если вы на экваторе, вообще идеально. В конце концов, можно дождаться, когда любое светило окажется у вас над горизонтом. Ну, конечно, те, что рядом с полюсами не очень-то приятно будет изучать, они всегда там, вблизи горизонта. Но основная часть неба будет у вас появляться. Время от времени, почему же не встроят обсерватории на экваторе, если это так выгодно? Климат. Да, климат там плохой. И всякие насекомые, и дожди часто бывают, и гор практически нет. В общем, не повезло нам с экватором. Ну, суточная жизнь, понятно. Экваториальная система очень полезна, особенно тем, кто изучает звезды. Потому что они свой адрес, то есть свои координаты в экваториальной системе почти не меняют. Но есть люди, которые изучают движение планеты. А в нашей Солнечной системе почти все небесные тела, и планеты, и большинство астероидов движутся в одной плоскости, плоскости орбиты Земли, или близко к ней. Но, естественно, связать с ней систему координат и назвать ее эклиптической. И в эклиптической системе координат очень удобно рассчитывать движение планет, астероидов, комет, потому что это наша родная, так, локальная внутри Солнечная система, системы координат, которая определяется движением планет. За основу берут теперь уже не экватор, а эклиптику, ту же самую точку висения равноденствия, слава Аллаха, что она есть, берут за начало, и теперь отмечают две координаты уже от этой плоскости, ну и от точки висения равноденствия в этой плоскости. И прямо называют их по-географически. Долгота и широта. Эклиптическая долгота и эклиптическая широта. Прямо как у географа. Очень удобно. Но раз есть две системы координат, значит, надо уметь переходить из одной в другую. Если вам назвали координату какого-то объекта в одной системе, а ваш телескоп любит, ну, например, в эклиптической, а ваш телескоп так установлен, что он в экваториальной системе хорошо крутится, и у него круги, там шкафы есть, вам надо быстренько пересчитать координаты. Ну, для этого есть сферическая тригонометрия. Она в учебнике хорошо описана. Честно говоря, мы уже редко пользуемся этими формулами, там, синус и косинус, но они обычно. Только немножко посложнее формула. В последнее время для компьютера удобнее считать не синус и косинус, а работать с векторами в виде матриц, векторные преобразования делать. Тогда ошибок не будет, потому что синус и косинус, они определены там в одних частях окружности, плохо определены в других, то есть неоднозначность. Это все на астрометрии вы преодолеете и будете практически работу делать. Это же пропустим это делать. А вот что плохо. Всегда есть какая-то ложка дегтя в любой бочке меда. Мы экваториальную систему координат связали с осью вращения Земли, полагая, что Земля большая, тяжелая, и никакой процесс ее не сдвинет с места. Она всегда будет вращаться вокруг одной и той же оси. К сожалению, это не так. Вокруг Земли есть масса тел, Луна, Солнце, планеты, которые влияют на движение Земли, и она вот так вот со временем меняет направление своей оси вращения. Медленно, примерно 26 тысяч лет, проходит за один оборот оси по вот этому вот конусу. Это коническое движение называется прицессия. И она на небе, ну, полюс мира на небе вырисовывает вот такую окружность с раствором 23,5, естественно, грамм вокруг, чего в одном полюсе эклиптики. Потому что плоскость орбиты Земли почти не падает, почти, можно считать, что не пониже, а ось вращения Земли вот так ходит под действием притяжения Луны и Солнца. А значит, и вся экваториальная система координат, которая с ней связана тоже с периодом 26 тысяч лет, вот эта вся сетка координатная гуляет по небу. Это очень неприятно, когда система координат у вас гуляет. А это значит, что даже самые далекие светила, которые должны быть неподвижными, они так далеко, что любое собственное перемещение в пространстве не сказывается никак, они будут менять свои координаты, потому что сама сетка координат гуляет. Мы же связались с подвижным оси Земли. Есть еще мелкий такой тремор, который наложен на прецессионное движение оси, мы у нас за глютация, но он очень мелкий, там несколько уголых секунд, потом как-нибудь поймете, откуда он берется. Связан сейчас с особенностями лунной орбиты. А вот большое такое движение, оно сильно изменяет. Сегодня мы смотрим, ну не мы, а землят смотрим оси вращения на полярную, 13 тысяч лет назад, или 14 тысяч лет, смотри, куда считай. Примерно на Вегу смотрели. Нашим предкам тогда повезло. Вега яркая, и она хорошо отмечала направление на север. А полярная звезда довольно-таки тусклая. Тусклая. Какая звездная величина? Вторая примерно, с копейками. Это люди почему-то думают, что полярная самая яркая на небе, ничего подобного. Полярную еще пойди найди. Нам вот не совсем повезло. Но через 14 тысяч лет опять повезет. Мы опять будем к оси Земли смотреть на яркое светило. Там, в ближайшее время, например. Вот так по небу гуляет северный полюс мира. Смотрите, движение не замкнутое. Казалось бы, должен вернуться сюда, да? Ничего подобного, он не возвращается. Оказывается, есть еще некоторые эффекты. В частности, движение самой орбиты земной. Ну вот, ну сегодня более или менее он в 2000 году был рядом с Альфой Малой Гринецкой, с полярной звездой. Все, по прецессии начну кончили. Как это на небе себя проявляет? Точка весеннего равноденства, смотри, в 500 лет. 500 лет прошло от Коперника, да? До нас примерно. Точка весеннего равноденства сместилась вот на такой угол. 7 градусов, 7 градусов, это вот ладошка на небе, 7 градусов. Вся сетка координат переехала на такое огромное расстояние. Конечно, это очень важная вещь. Поэтому нам раньше приходилось пересчитывать, каждый год пересчитывать координаты всех звезд, ну или тех, которые нас интересуют. Это называлось вот поправка на плицессию. Это очень приятно было. Как бы нам найти что-то более надежное на небе, чтобы оно не гуляло, чтобы за него зацепить, вот как мы за Гринвич зацепили систему географических координат, нам бы найти какой-то географический координат на небе. А то приходится каждый раз, вот, пожалуйста, координаты точки весеннего равноденствия альфа-дельта, и вот всегда увидите вот этим экваториальным координат еще вот эту дату. Она называется эпохой. То есть, когда они были, вот такие координаты эти точки на небе. А уже в другую эпоху, 50 лет прошло, они уже поехали. Это было очень приятно, и все равно мы решили поступить так. Найти на небе объекты, которые так далеки от нас, такие маленькие, точечные, такие неподвижные, что на них можно кнопки воткнуть и сетку координат к ним привязать. Нашлись такие объекты, они называются... Квазары, квазары, радиоквазары, именно радио. Потому что в радиодиапазоне мы точнее измеряем положение объектов на небе, чем в оптическом. Там с помощью радиоэнтерферометров нашли 600 почти этих квазаров, и к ним прибили. То есть, назначили им координаты на момент 2000 года. И сказали, все, теперь сетка координат не связана уже с движением Земли, точкой весельнего равноденствия, полюсом вращения Земли. Теперь она на этих самых квазарах закреплена. Это было замечательно, но продолжалось недолго. На самом деле прошло 15 лет, и мы заметили, что квазары-то тоже движутся. Мы раньше не умели так точно их положение измерять, теперь научились. И вот у них там тоже не все в порядке. Летят какие-то радиоджеты из ядер этих галактик, которые квазары, летят довольно быстро. И в общем, опять приходится думать. Ну, это уже ваше колени будет. Мы свое дело придумали. С этой международной невестной системой координат мы еще лет сто поживем. Но надо уже задуматься о том, чтобы сделать ее еще более надежной. Ее официальная система интернешна, Селес-Шелл референс-систем, ну, понятно, референс-систем, система координат звездная, ну, небесная. Селес-Шелл все-таки не звездная, а небесная система координат. Ей мы сегодня пользуемся. В ней координаты звезд были, совпадают с экваториальным 2000-го года и больше изменяться не будут. Хорошо? Отлично. Для тех, у кого телескоп летает в космосе. Вот Хаббл, например. А для тех, у кого телескоп стоит на Земле, а у большинства из нас он стоит на Земле, Земля меняет свою ориентацию в пространстве. В прецессии происходит, а не куда-нибудь делается. Материки по Земле движутся, телескоп стоит на материках, и теперь приходится в положение телескопа вводить поправку прецессионную. Ну, к слову, телескоп один, а звезд много. Один раз рассчитал на сегодняшнюю ночь для телескопа поправку, и можешь работать. Это все-таки легче, чем пересчитывать координаты миллионов звезд. Все. В этой книге описаны более детально те вещи, которые я сейчас рассказал. Сейчас через несколько минут к вам придет еще один агитатор. Я вот специально для него сэкономил время. Наш замечательный супермен Игорь Челенигарян. Он все расскажет, что хочет. Слушайте его внимательно. Это самый выдающийся наш выпускник, который работает в Штатах, во Франции и у нас. И то, что он будет предлагать, надо обдумать как следует. А пока он не пришел, вот еще две глубокие книжки. Владимир Евгений Джаров, это наш профессор. Он будет вам преподавать сирическую астрономию, она же астрометрия. А это Жан-Ковалевский, наш большой друг, французский астроном. Джаров перевел его книжку. Замечательная книга. Вот эти две книги, это Баска. Их тоже надо читать. Галактическая, кроме экваториальной и эклиптической, есть еще галактическая система координат. Те, кто, я, например, занимается движением звезд в галактике, нам все равно, как вращается Земля вокруг оси, как она бегает вокруг Солнца. Нас интересует галактика в целом. А галактика симметричная система, она тоже вращается, у нее тоже есть экватор. Мы с экватором галактики, то есть с Млечным путем, связываем свою галактическую систему координат. У галактики есть полюса, вращение, есть экваториальная плоскость вращения, очень удобно галактическая система координат. В ней изучать галактику легко. Когда мы смотрим в проекции на плоскость галактики, то, естественно, начало координата с Солнцем связано, направление основное на центр галактики, его легко найти, особенно в радиодиапазоне. И дальше азин, галактическая, мы его называем «долгота галактическая», аналог азин. Вот так Солнце в галактике летит сюда, в направлении 90 градусов галактической долгоги. Ну и галактическая широта, естественно, от экватора вниз и вверх. Вот это Солнце мешает. Ну, присмотритесь внимательно. Хороший слайд, на котором сразу видно, три системы координат. Ну, смотрите, это что? Горизонт. Ну, не математический, конечно, но всё-таки горизонт. Он нам показывает основу горизонтальной системы координат. Это что? Это экваториальная плоскость экваториальной системы координат. А это что? Какой свет? Зодиакальный. А это значит, что плоскость эклиптики проходит вот так. Видите, это основа эклиптической системы. А все знают, что такое зодиакальный свет? Да. Не все. Это пылинки рассеивают солнечный свет, межпланетные пылинки. А они летают в плоскости движения планет. То есть реально солнышко зашло под горизонт, оно вот здесь. А пылинки рассеивают свет солнечный, сами летая в плоскости эклиптики. Так что это эклиптики три системы координат на лицо. Сразу на одном слайде. И видно, что все они пересекаются под большими углами. Так, пока Игорь не пришел, скажу вот что. Привыкнуть к сферическим системам координат надо. У них есть особенности. По крайней мере, две выделенных точки полюса, чего нет в декартовых координатах. И вот, например, такая вещь. Если мы все время будем идти под каким-то углом, ну, там, на северо-запад, например, куда мы пойдем? Будем идти под северо-запад. На северный полюс. А, на юго-запад? На южный полюс. Кстати, подумайте дома. А если мы действительно идем точно на северо-запад, то есть под углом 45 градусов к меридиану и параллелью, то какова будет длина нашего пути? Хорошая задача, очень простая. По этой же причине, что вот в системе сферических координат мы движемся, прямые линии на сфере вовсе не прямые на плоской карте. Когда вы летите на самолет, там есть обычная карта, журнальчик. И вот такие вот странные траектории полета из Москвы в Владивосток, чуть ли не через Северный полюс. А на самом деле оказывается, что это кратчайшие линии, то есть кратчайшие линии, это дуги больших кругов на сфере. И вот из моего задачничка, вот этого последнего, ну да, это последний. Еще две недели он будет последний, через две недели выйдет еще один. Вот задача. Кто ее знает, а я знаю, что многие читали мою задачу, а кто не знает, попробуйте решить. С какой точки земного шара надо выйти, чтобы, пройдя 100 км на юг, потом 100 км на восток и 100 км на север, вернуться в исходную точку? Ну все сразу собрались из Северного полюса. Это единственная точка на Земле, которая... Нет, единственная точка. Я же спросил, а, хорошо, ну вы знаете, что она не единственная. А кто не знает, что она не единственная? Есть еще точки, соответствующие условию этой задачи? Я ее с юга начидаю. С юга? С южного полюса? Ну, рядом. Ну, рядом, да, молодец, правильно. Следом идет более простая задача. С какой точки надо выйти, чтобы, пройдя 10 км на юг, 10 км на восток, 10 км на север, 10 км на запад, прийти в исходную точку? Она кажется проще. Где такая точка? Где такие точки? От 10 км на юг, 10 км на полюса. Ну, тебе и надо. Ну, подумайте. В 10 км от южного полюса? Ну, то есть, смотрите, если мы проходим на юг, 10 км. Да. То оказываемся на полюсе. Дальше вы... Вертимся, вертимся, вертимся? Вертимся вокруг себя, что ли? Так мы не пройдем 10 км на восток. Должен быть квадратик, но где он должен? Ну, это начинает. Где? В 5 км от экватора. Да. Хорошо. Игорь пока не пришел? А, уже пришел. Ну, заходи. Здрасте. Игорь Черенгарян. Прошу любить и жаловать отчество. Я извини, не помню. Да, я еще привел с собой двоих студентов. Зачем? У нас тут уже перебор. У вас что, даже сидеть здесь негде? Нет, подоконник у нас. Ладно, Игорь, давай. Два и пять минут. Окей. У вас пара от дожанта? Да. Студенты, значит, я Игорь Черенгаряне все время, как в Минке и Зласть, тоже участвовал в различных олимпиадах. Вот, тогда они только начинались, в частности, международные, тогда еще не было разделения на две категории, противопорствующие. Но, тем не менее, я сейчас, гориша, работаю как великий научный сотрудник, и еще я работаю как астрофизик в Гарвардском Союзском на стратегическом центре в Кембридже, штат Миссанчусетс, в США. У нас в Гаиши группа по работе в нескольких направлениях в негалактической и галактической астрономии. И со мной работают студенты, научные сотрудники, старшие научные сотрудники, предыдущих пока нет, но мы скоро тоже будут. Мы работаем над целым рядом интересных задач, связанных с эволюцией галактик, с моделированием звездных населений в галактиках, с динамикой галактик, с динамикой звездных скоплений, в основном как системы. Мы не исследуем индивидуальные скопления, мы исследуем их звездных состав, мы исследуем системы звездных скоплений во внешних галактиках, но это у меня различные коллаборации. У нас есть доступ к крупным телескопам в Аризоне, в Чили, куда наши студенты периодически ездят наблюдать, и некоторые из них умудряются после этого еще завалить сессию. Но это вам Антон расскажет. Я привел два примера, вот они не прячутся, потому что он уже не студент, его отчислили недавно. В связи с окончанием обучения, нет, по хорошей причине отчислили, по плохой. Второй недавно перешел на пятый курс, чему кто-то удивляется. Кто-то удивляется. Кто-то удивляется. Те, у кого пятого курса нет, видимо. Значит, у нас сейчас в основном, у нас есть большое количество задач, которыми мы можем привлекать студентов, начиная с первого курса. Кирилл снатор работал с первого курса, вполне себе успешный. И он, по-моему, как нравится с этого? В втором курсе сегодня. Да. Через день второго курса у него уже была статья как с автором астрофизиков журнал «Сапфер». Позволь, я все-таки одно замечание сделать. Все хорошо. И в Гарвард Смитсинянский центр, и в Галактике до первой сессии думайте об учебе. Сдадите первую сессию, почувствуете, насколько легко ли, тяжело ли, в каком темпе работать. Вот тогда вспомните про то, что можно начать заниматься наукой. До первой сессии не советую. Почему? Потом и не. Может выполнить, надержать. Да, да. Надо оценить свои силы, свои возможности, темп нашей жизни университетской. А тогда уже рассчитывать. А, ну да, после первой сессии сколько там survival rate, выживаемость? 75%? Нет, ну побольше. Побольше, 80%? 80%. У нас в основном сейчас открывается большой фронт работ по исследованию по динамично модулированной галактике. Потому что главный человек, которым этим занимается, он Антон, он решил нас покинуть, потому что он выходит в инспирантуру в Парижскую обсерваторию с первого октября. Соответственно, по всем. И он у нас отличал за большое направление. Не то, чтобы я и шел совсем, но сейчас мои рабочие способности будут сильно ограничены. Поэтому нужен человек, которого можно будет этому научить и, так сказать, прижать все компетенции. Приемли? Приемли. Приемли. Если кому-то интересно, да, можете заходить в 22-ую аудиторию, точнее, аудитория. Там, на самом деле, редко кто бывает в последнее время, потому что у нас один из научных сотрудников во Франции, примерно, постоянно, один в Абхудабе, в Арабских Эмиратах. Он работает в Нью-Йоркском университете филиала в Абхудабе. И, ну, появляется здесь фенастик Аспада. То есть это отдел УХЕД. Наша группа состоит из людей из двух отделов – галактической астрономии и физики меченых звезд и галактик. еще я, конечно, руковожусь прошлого года ведущей научной школой в МГУ была такая инициатива ведущей научной школой. Координаты оставься. Координаты – студенты. Вы знаете кого-то из местных студентов? Да. Со мной работают двое студентов третьего курса, которые ваши групповоды. Володя Грожанов и Вика Топтун. Вот. Через них можете писать. Можете писать мне напрямую. Я есть в ВКонтакте. Найти меня, в принципе, не сложно. Фамилию запомнили? Фамилию не запомнили. Не запомнили. Через горят. Значит, студенты, которые у вас в вашей групповоде, они, соответственно, сейчас находятся в нерабочем состоянии, потому что они только вчера с нами прилетели из Франции в 2 часа в очереди. Например, сегодня. Поскольку студенту спать надо больше, чем научным сотрудникам. Да? И чем больше, тем больше спать. Да, и чем больше, тем лучше. Он нам подтвердит. Нет, чем младше, тем больше нужно спать. Да. Поэтому студенты сегодня отспаются. Старшие у студента и пришли. В общем, если у кого-то есть какие-то вопросы, я здесь еще несколько дней, но я вообще нахожусь в основном там. Сюда приезжаю раз в пару месяцев. А студенты здесь находятся более-менее постоянно. Если они только не уезжают, то они будут. Кирилловск. Скажите, куда в этом году мы ездили на конференции? Да. У нас где-то есть на конференции и делают доклады. Нет. Это все можно писать в одном предложении. За последний год мы побывали на всех континентах в момент акции. Да, в акции конференции не проводятся, там холодно и интернета нет. Ну мы же не географией занимаемся. Чем вы привлекаете людей? Возможностью поездок? Возможностью работать на телескопах, которые у других нет. По телескопу находятся в Чи, и надо ехать, к сожалению. Потому что это очень далеко. Ну, приходится. Какие координаты? Какие координаты? Какие координаты дать? Вопрос. Когда студенты ездят в Чи, они туда за свой счет ездят? Нет. У нас сейчас в нашей группе довольно неплохое финансирование, в целом, за счет грантов, которые нас представляют различные фонды. В этом году у нас даже два одновременно гранта Российского научного фонда пересекаются, что нам дают на 10 человек 11 миллионов в год. Если не будете выбирать за всякие разные нарушения, то анонсирование будет. Пока все было отлично, и статьи у нас публикуются, и студенты ездят, и довольны. Ну, координаты свои укажи, чтобы ребята хоть за что-то зацепились, и на этом закончили. Так, координаты. Тут все там архивы пишутся? Конечно. Что-то трудное. История связана. Труднее. Труднее. Окей. Я пишу e-mail, поэтому уже имя и отчество, поэтому имя и фамилии можете меня найти в ВКонтакте. CFL – Center for Astrophysics. Дальше Harvard View, я думаю, это вы слышали. Вот. Это основной адресной почты. Вот. Соответственно, ищите студентов ВКонтакте. А можно всем людям, которых вы найдете, которые связаны с Игорем, писать ВКонтакте? И ему тоже писать ВКонтакте. Так что, если кому-то интересно заниматься галактиками и звездами, пишите. Звездами мы занимаемся, мы сейчас занимаемся проектом по атмосу звездных спектров. Библиотеки звездных спектров. И там тоже нужны студенты. И там тоже нужны студенты, потому что у нас двое аспирантов, будут много учиться. Вот они сейчас поступают. Я надеюсь, они не завалят философию. Тогда они идут нашими аспирантами. А если завалят, они больше. ВКонтакте. Они бы сняли.